Добрый день, дорогие друзья! Мы достаточно долго не проводили пресс-конференции, поскольку занимали такую выжидательную позицию. Я не буду особо рассказывать, потому что все, что творится в городе, вы прекрасно знаете. Все, что связано с предвыборной кампанией, вы тоже прекрасно знаете. Русские организации решили не идти на выборы, дабы избежать спекуляций на тему того, что мы занимались все эти годы вопросами воссоединения с Россией, лишь из карелийских каких-то соображений. Чаще всего нас пытались в этом, кстати, винить. Это первое. Второе. Мы даем возможность ведущей политической силе города, Единой России, прийти к власти в городе и доказать на деле, что они будут принимать решения, которые пойдут на пользу городу. Потому что я думаю, что любой севастополец хочет, чтобы мы жили здесь спокойно, счастливо. Это два. Третье. То, что не сделали руководители Единой России, будучи во время севастопольской весны, а именно не убрали от власти коррупционных чиновников, о чем мы, кстати, говорили в самом начале. И неоднократно я говорил, что у нас с Чалым были разногласия, потому что мы требовали все убрать всех хомяков и провести иллюстрацию чиновников, которые были связаны с украинизацией Севастополя, а также с поднятием темы экономического благосостояния Украины в союзе с Европой. Вот и много было конфликтов на эту тему, но я думаю, что мы в дальнейшем просто еще коснемся. Сегодня мы поднимаем вопрос один. Это то, что случилось в кадетском корпусе президентском. Вы знаете, вот старшее поколение прекрасно помнит советское время, когда какие-то объекты сдавались конкретным сроком, к дню рождения какого-то генсека или 7 ноября или еще что-то. Мы все это помним. И вот сегодня, посмотрев то, что творится на строительстве президентского кадетского корпуса, я вернулся в лучшие традиции Советского Союза. И меня, честно, откровенно это очень ужасает. Почему? Потому что, во-первых, идет штурмовщина раз. Во-вторых, идет коррупция два. В-третьих, самое главное, я смотрю сейчас у чиновников, не выяснить причину и не наказать виновных, а, извините меня, спасти свой запад. Все это тоже прекрасно понимают, но почему-то боятся об этом говорить. Вот мы находимся сейчас, я честно говорю, что в достаточно таком прелегированном положении. Почему? Потому что русская община Соболь – это единственная организация, которая попала под санкции ЕС за те годы, которые мы вели работу по воссоединению Севастополя. Поэтому нам не надо доказывать, что мы действительно здесь боролись за это. И то, что наши люди воюют сейчас на Юго-Востоке, мы тоже об этом говорим. И то, что мы готовили их туда, тоже говорим. Поэтому, в принципе, выступая сейчас, нам еще не надо доказывать, что мы действительно что-то сделали для того, чтобы Севастополь вернулся на родину. В принципе, нас это радует. Так вот, поэтому мы сейчас говорим честно. У нас нет никаких поползновений, прихода во власть, получения депутатских мандатов. Поэтому сказать, что мы проводим эту пресс-конференцию для пиара, ну, извините меня, не получается. Итак, что же происходит? Президентский кадетский корпус. Замечательно. Кто будет против? Город воинской славой. У нас есть военное училище, которое опять вернулось у нас имени Павла Степановича Нахимова. И поэтому появление этого кадетского корпуса, ну, замечательно. Но давайте начнем. Что делается по закону? Сначала принимаются решения, выдаются разрешительные документы, определяется земельный участок. Всего этого сделано не было. Главное штурмовщина. И доказать, что мы можем, что 1 сентября мы запустим этот кадетский корпус. Поэтому разрешительных документов нет. Прибрежную зону, извините меня, у города отобрали, невзирая на то, что у нас с вами существует водоохранный комплекс, да, природоохранный. Это происходит. Мы об этом тоже говорили неоднократно. Дальше. По нашим данным, что происходит? Есть генеральный подрядчик, он берет других подрядчиков. Там, простите меня, идут откаты, требуя от этих организаций. На работу берут людей. Причем, вы посмотрите, людей на работу принимают без всяких документов. Обманывают их зарплатой. Вот у нас должен был быть третий спикер на пресс-конференции. Но дело в том, что из-за сбоя связи не получились встретиться сейчас с людьми, которым должны были выплатить деньги. Потому что очень многим зарплату не выплатили. А если человек не оформлен официально, вы прекрасно понимаете, нет соцпакета, нет ответственности, если что-то происходит. Понимаете? То есть, что получается? Огромные бюджетные деньги, брошенные сюда в Севастополь, и эти бюджетные деньги, извините меня, на наш взгляд, я еще раз повторяю, мы задаем вопрос здесь с лесным органом, разворовываются. И кто за это будет отвечать? Дальше. Наш губернатор, исполняющий обязанности, говорил, что это идет под его личным контролем. Я тоже задаю вопрос ему. Если это идет под его личным контролем, то кто будет отвечать? Наверное, вы? Вот я всегда вспоминаю старых офицеров. Если человек совершил поступок недостойной офицерской чести, в русской армии человек стрелялся. Но я, к сожалению, уже понимаю, что нет таких уже офицеров. К сожалению, опять-таки. И человек не берет на себя ответственность. Или те люди, которые ты выстроил цепочку ответственных... Я понимаю, что губернатор каждый день не присутствует на строительстве этого кадетского корпуса. Но у тебя есть люди, которые за это ответственны. Значит, ты подбираешь команду. А если ты подбираешь команду, кто за все всегда отвечает на корабли? Капитан. Так имей тогда смелость не искать причины, что вот пошел дождь, неожиданно там набралась вода, и поэтому все рухнуло. Да не рухнуло. Если там шла система откатов, извините меня, то тогда все было рассчитано на строительство, а приходится денег меньше, а часть приходится отдавать, значит, мы с вами берем некачественные материалы. Вы понимаете? Вот это я хочу, чтобы услышали. Но самое еще, что обидно, что русские организации четко сказали, мы государственники, мы поддерживаем полностью программу президента России Владимира Владимировича Путина. В борьбе с коррупцией. И уж нас назвать не патриотом России невозможно. Но если сидит здесь чиновник, который прикрывается именем президента и творит вещи, которые недостойны, во-первых, мы с вами дискредитируем власть центральную, раз, мы дискредитируем президента, два, в-третьих, вы представьте себе, какой вой сейчас идет по западной и по украинской прессе о том несчастье, которое случилось здесь. Вот еще вопросы. И кто на эти вопросы будет отвечать? А сейчас самая главная задача спасать свой зад. Вот этим люди и занимаются. Вот это недопустимо. Вот это меня бесит. Мы с вами выходили на улицы, я многих из вас видел во время революции, на улицах, на площадях, по ночам, в дождь и так далее. За что мы с вами здесь стояли? За то, чтобы в городе вернулась старая чиновничья, вот эта свора, которая занимается коррупцией или для того, чтобы у нас с вами условия жизни стали лучше? Наверное, за это. И поэтому я здесь обращаюсь к журналистам, потому что все это идет от вас. Я понимаю, что вы работаете на хозяев. И, к сожалению, не все хозяева готовы освещать честно те события, которые происходят. Я хотел бы, чтобы вы не боялись говорить правду в городе, когда мы с вами называем причины вот этих творений, которые здесь идут, вот этих дел, плюс называем фамилии, кто за этим стоит, то тогда, простите меня, легче заставить их работать. Вот мы на прошлой неделе провели общественную инспекцию в Дикой Омеге. Ну, вы все севастопольцы, наверное, ходили, да, в свое время. Я мальчишки ходил на Дикую Омегу, то все ходили там на пляж, на шашлыки отдыхать. А сейчас в 40 метрах от берега моря стоят такие виллы, что у меня глаза на лоб лезут, минимальная стоимость которых от полумиллиона долларов и выше. Кто получил разрешение на строительство этих? А это запрещено и по украинскому, и по российскому законодательству. И когда я вопросы задаю, борьба с 16-этажным домом, такое впечатление, что единственная застройка, с чем борется правительство, это 16-этажный дом. Да, мы тоже против, и он уродует. Но простите меня, а что у нас? Застроек нет здесь. У нас нет застроек с вами в Херсонесе, где господин Женьков встает и с милым выражением лица честного человека говорит, что а добавьте нам земельки, чтобы мы там то, то могли построить. Так может сначала надо ответить за то, что там строится на земле Херсонеса, какие опять виллы стоят. Кто за это будет отвечать? Кто вот это будет сносить? А что же нарушение закона? То есть вы понимаете, безнаказанность плодит вот этот вот чиновничий беспредел. И если мы молчим, он продолжается. А если мы говорим и называем фамилии, то простите меня, человек должен отвечать. Поэтому сейчас самый большой вопрос у нас еще раз повторяю. Правоохранительным органам. Первое. Кто звучит четко нам фамилии пострадавших? Это первое. Второе. Количество пострадавших реальное. Это два. Третье. Были ли эти люди оформлены на работу? Это три. Сколько людей вообще за все это время прошло? Потому что я сам встречался с несколькими людьми, которые приходили на строительство, они работали месяц, потом ничего не платили и просто выгоняли. А вы представляете, какое это идет? А ведь это идет под эгидой, я еще раз повторяю, президента России. Значит, это бьет по его престижу, по его имени. Поэтому, что господа, которые захотят нас выстроить здесь в ряд там или с пятой украинской колонны или еще с кем-то, я повторяю, мы боремся с чиновничьим беспределом. И тот человек, который сидит здесь и получает зарплату, кстати, за те налоги, которые платим мы, да еще поставленные от имени президента страны, он должен выполнять здесь свои обязанности свято, непоколебимо, и чтобы претензий к нему не было. Вот такие люди должны быть. Севастополь может быть примером для всей России. А сейчас у нас, простите меня, к сожалению, мы сталкиваемся опять с безнаказанностью, с коррупцией. На следующей неделе мы хотим провести здесь пресс-конференцию, которая касается кадровой политики нашего правительства, потому что она ужасает. И те люди, которые пришли сейчас на руководящие должности, простите меня, вот простые люди за голову хватаются. Мы конкретно пройдем, причем по персоналиям. Мы называем фамилии, нам бояться нечего. Но вот к Одесске корпус, самое главное, чтобы не замолчали. Потому что я помню, что когда случилась здесь проблема, например, Голодомора был случай и пыталась СБУ замять, так кто тогда? Мы поднялись тогда, здесь русские организации, и заставили свернуть все эти сфальсифицированные музеи по Голодомору, потому что нашли фальсификаты. Что-то об этом молчат. И когда детей наших русских убивали здесь исламские радикалы, мы остановили убийство этих детей, потому что вышли на улицу и подняли шум. В результате чего у нас получилось одного человека депортировали, меня пытались осудить. Но мы же остановили это. И посмотрите, татары сидят тихо, а исламские радикалы, я имею в виду конкретно, чтобы вы четко делали различия. Я очень хочу, чтобы Севастополь был городом, в котором жить было свободно. И мы примером действительно служили для России. Вот я хочу этого. Но одному мне, вот моим соратникам, ничего не удастся сделать, если мы с вами все вместе не поднимемся. Но кто против того, что продолжаются поборы в школах и детских садах? Кто-то за это? Вот сейчас мне список принесут, которые, например, в одном детском саду требуют на полторы тысячи где-то гривен на год с человека требуют, чтобы принесли и так далее. Все продолжается, ничего не изменилось. Все господа чиновники, которые сидели у нас, госпожа Заяц поставила, сидят. Ну что меняется? И так во всех областях. Так давайте же, может быть, действительно что-то сделаем с вами. И тогда в несчастье этого не случилось, которое случилось в кадетском корпусе. Кто компенсации будет платить тем людям, которые погибли? Тоже все молчат. Вот я всегда видел наводнение, погибли люди, выступает президент и говорит, компенсации семьям, то-то, то-то и так далее. А здесь тишина. Значит, тоже пытаются скрыть. Поэтому у нас сейчас на сегодняшний момент вопросов больше, чем ответов. И мы хотели бы, чтобы наша на сегодняшний момент существующая власть стала четкий ответ. Кто виноват? Не боясь назвать себя. И плюс к этому, виновных посадить, чтобы другим было неповадно. Потому что, сами понимаете, строительства будет много. Флот будет расширяться, инфраструктура будет расти, будут еще входить сюда компании. И я бы хотел, чтобы здесь все было прозрачно, честно, потому что те деньги, которые шли сюда украдены, они украдены из нашего с вами кармана. Плюс к этому еще, опять-таки, дискредитируя верховную власть. Что я считаю, что недопустимо. Особенно в нашем городе. Это мерзко, противно и недостойно. Ну вот, в принципе, то, что хотел я сказать, но сейчас Александр выскажет по-своему. А на следующей неделе, еще раз говорю, мы пройдемся по кадровой политике. Потому что от этого очень много зависит у нас с вами. Ну давайте я сначала отвечу, а потом Александр. Вы знаете, я думаю, что это связано с тем, что генеральным подрядчиком является военная организация. Это раз. Хотя я считаю, что, скорее всего, обычно, как господа, существует корпоративная связка. И если военные там замешаны, то надо же спасать друзей. Вот. Все делается по комовству. У нас, к сожалению. Уж ладно, немножко так зайду. Я опять-таки считаю, что исполняющие обязанности губернатора, назначая людей, чаще всего смотрят на то, какое у него было звание, и насколько он был с ним знаком. Это недопустимо. Нет, я... А это все идет цепочкой, все равно, вы поймите. Понятно. А вы ответите, контр-адмирал Михайлов в 8 лет возглавлял командный клуб штаба плотов званий контр-адмирал. Не нужно, пожалуйста, сейчас порочить достойных адмиралов. Контр-адмирал Александр Витальевич Михайлов достойный человек. А скажите, в какой степени звание человека зависит от того, что училась несчастье или нет? Я, к примеру, говорю. Уйдем в ту сторону, которая совершенно не касается человека. Такие вопросы лучше в конце. Давайте в Канецком училище поговорим. Мне все равно, в каком звании был какой человек. Может, он и гражданский был, или еще что-то. Мне главное, еще раз, получить ответы. Кто виноват за то несчастье, что случилось? Назвать фамилии, кто воровал, кто сел за это, дабы другим было неповадно. Вот что для меня главное. И чтобы ответственность понесли виновные, а не назначенные стрелочники. Вот что самое главное. А в каком звании? Товарищи, уважаемые товарищи, давайте поговорим о главной теме, ради которой мы собрались. Главная тема, это то несчастье, которое произошло в детском училище. Значит, на мой непрофессиональный взгляд, на мой личный непрофессиональный взгляд, существуют три причины возможного происшествия. Это ошибка в проектировании и в расчетах конструкторов, это нарушение строительной нормы и правил при производстве работ. И третья причина, назовем условно диверсией. Ну, почему условно, я об этом скажу немножко в конце. Теперь на этих пунктах я хотел бы остановиться более подробно. Значит, начнем с официального заявления генподрядчика оборонстрой и исполняющий обязанности губернатора Сергея Миннялы. Читаю дословно. «Кровляка детского корпуса в Севастополе обрушилась в результате ливней и нарушения складирования стройматериалов». Это была цитата. То есть, согласно из этого заявления, которое, подчеркиваю, было сделано в первый же день, когда произошло это несчастье, это было 18 августа, виновника уже нашли. Это был дождь, который был этой ночью. Притом, дождь, как вы понимаете, не является субъектом взаимоотношений, а является объектом. На него можно списать все, что угодно, отвечать все равно он за это не будет. Мы люди недоверчивые, хотя мы точно знали, что в эту ночь был ливень, но мы связались с такой организацией, которая называется Севастопольская гидрометеорологическая обсерватория. Вот их ответ. Из этого ответа следуют страшные вещи. Согласно на ваш запрос сообщают сведения о времени выпадения количества осадков за 18 августа 2014 года по данным Метеорологической службы Севастополя и Херсонеский маяк. Дождь был в 2,50 по 7,20 в это время, а количество осадков составило 8,3 мм в Севастополе и 1,5 мм на Херсонеском маяке. Значит, к чему я это все рассказывал? Ну, как бы, вы понимаете, что в конечном итоге упало? Упало перекрытие. Перекрытие, в том числе, состояло из цементной стяжки. Ну, так, на взгляд, там было порядка 5 сантиметров, ну, это как бы пределок нормы, она может там варьироваться, но порядка 5 сантиметров. Плотность цементного раствора зависит от его состава, но примерно в 2 раза выше, чем у воды. Ну, такие цифры, можете перепроверить. Это все очень условные расчеты. Так вот, что я хочу сказать, что выпавшие в районе 1 сантиметра осадки, то есть, вы представляете, на весь этот объем, который не был закрыт, выпало примерно 1 сантиметра осадка. Там уже лежало, как минимум, 5 сантиметров цементной стяжки. То есть, это составляет менее 20%, а с учетом плотности, это составляет менее 10%. На первый же день уважаемый генподрядчик сообщил, что причина в том, что вот были как бы осадки, и из-за этого произошло обрушение. Уважаемые товарищи, в любой конструктив закладываются некие нормы. Если в этот конструктив было заложено такие нормы, что при превышении нагрузки на 10% эта конструкция должна быть обрушена, ну так она обрушилась бы не в этот день, она обрушилась бы на следующий день, потому что, предположительно, поверх вот того минвата, который там лежал в атмосферку, должна быть еще одна стяжка. Я не утверждаю, что она там должна быть, но если бы ее делали, и там находилось бы несколько десятков рабочих, они все упали, все убили бы, и срок было бы больше. Это могло пройти любой другой день, потому что, ну, любые конструктивные элементы имеют степень взноса, и прошел бы год, было бы некое собрание в этом обзале, сидели люди, и получился второй дислам. Это был первый момент, который имеет отношение вот к данной аварии. Значит, я хочу вам также сообщить следующую информацию, ну, наверное, я думаю, что вы еще не знаете. Строительство Казецкого корпуса велось без проекта рабочего, согласованного, прошедшего экспертизу, и без разрешения начала строительства работы. Это не является предположением, это является моим утверждением. Я хочу сказать, что 8 августа тот типовой проект, который был сдан на экспертизу, подчеркиваю, 8 августа, это за 10 дней до той катастрофы, которая произошла. Тот типовой проект Одесского училища, который был дан на экспертизу, он прошел экспертизу, но было замечание на двух страницах. Одно из главных замечаний было приведение этого проекта в соответствие сейсмической зоны в 8 баллов. Вообще-то у нас, согласно ДПНов, 9-ти балль на сейсмическая зона, но вот почему-то указали хотя бы приведите в соответствие с 8 баллей. Так вот, этих замечаний выполнены не были. Смотрите, с апреля до, грубо говоря, 18 августа что-то строили согласно какого-то проекта, который не соответствует действительности, потому что он не был разработан для сейсмической зоны. Потом произошла эта авария. Сейчас все кинули и начали разбираться. Так вот, смысл заключается в том, что если бы не упало сейчас, а упало там, как у нас там, 2-3 балла где-то там в Черном море, а вообще мы ждем 9-ти балльное, то разрушения были бы просто катастрофические. Значит, почему вот сам проект не соответствовал условиям нашей сейсмичности? Ну, если вот это перекрытие должно быть монолитным. Ну, у нас так строится, у нас так применят в сейсмической зоне строить монолитное перекрытие. Оно не было монолитным. Там, судя по фотографиям, которые попали в свободный доступ, перекрытие, третьего этажа было сделано как пирог. То есть, сначала было алюминиевые направляющие, потом металлическая решетка, стяжка, утеплитель, ну и, возможно, там должна быть вторая стяжка, но это под вопросом я как бы не буду утверждать. Так вот, по заявлению конструкторов и тем, с кем мне, проектантов, с кем мне пришлось разговаривать, я сам не строитель, поэтому я не беру на себя такую смелость, такая конструкция неприменима в условиях повышенной сейсмичности. Так что, вот, в любом случае, это перекрытие должно было упасть. И вопрос, если это упало, то а что у соседних, ну, вы представляете, общий корпус, он состоит из трех отделений, это большой такой фронтон трехэтажный и левая половина, правая половина и здание там у них до пяти этажей. Так, вопрос задается в том, что если уже что-то построили и это не соответствует по проекту, который не прошел экспертизу, то теперь нужно разбираться вообще с тем, что построили. Следующий вопрос, это что касается вопрос проектирования. В самом проекте, вот в самом проекте, я подчеркиваю, в типовом проекте, был указан срок выполнения 262 дня, то есть это почти 9 месяцев. Но, насколько мы знаем, была построена задача построить в 5 месяцев с учетом всех подготовительных работ. Ну, может быть, кто-то не знает, что там было до начала строительства, я вам расскажу. Там было две воинские части. Вот вход в Средневековую бухту, сразу по правой стороне была украинская воинская часть по хранению ГСМ, берется с молочных материалов. Дальше была российская воинская часть, которая располагалась на берегу Средневековой бухты. Также там были захвачены части городской земли, это 23-я береговая батарея. Часть пляжа захвачена, но когда работы начинались, они начинались с того, что типовой проект, он был нарисован в горизонте. Ну, вообще, архитекторы говорят, что если бы проект переработали, и вот в случае там тех холмов, которые были вдоль Севастополя, Средневековской бухты, ну, здание получалось бы более интересным. Но поскольку его подгоняли типовое, сначала сравняли все, просто в горизонт. Это значит, что порядка, срезали холмы порядка там 20 метров в одном месте, подсыпали их в другом месте. И все это должны были построить за 5 месяцев. Значит, строители, которые там работали, они утверждают дословно следующее, что вечером, в ночь заливают бетон, утром опалубку уже разбирают. Хотя по технологии положено, чтобы бетон выстаивался порядка, порядка 3 дней. То есть я хочу сказать, даже сам бетон, вот вообще, он усаживается в течение 9 месяцев на 2%. То есть вообще сама идея строительства за 5 месяцев, ну вот как сказал Владимир, до этого выступая, что ну это как бы в лучших советских традициях авралы, нужно построить в 1 сентябрю. То есть я, например, предполагал, что будет построено в 1 сентябрю, а 2 сентября начнется капитальный ремонт, потому что, ну понятно, что все будет резкаться, усаживаться, и нужно очень большое вложение для производства ремонта. Это были некие соображения, что касаемо проектирования и решения начала работы. Но я хочу сказать, что наша организация, чтим все выступать, этим вопросом занималась с самого начала, как только было издано распоряжение строителей Кадетского президентского училища. Значит, нас интересовал только один вопрос, на каком основании были захвачены городские земли, и они были отгорожены, там была поставлена вывеска, там проход запрещен, и было понятно, что, в общем-то, работа ведется на самозакладах. Мы несколько раз обращались, обращались к президенту России Владимиру Путину, мы делали несколько заявлений, эти заявления пересылали сначала в администрацию, потом пересылались в правительство, и вся наша переписка закончилась ответом, который я хочу вам зачитать. Этот ответ датирован 25 июня, подписан заместителем губернатора Малоземовым, и вот, что в этом ответе говорится. Для строительства Севастопольского президентского кадетского училища имеется разрешительная документация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Это утверждение, это не предположение, это чиновник заявляет. И дальше следующая фраза. Предоставление земельных участков для будущего строительства в будущее время будет осуществлено с учетом требований земельного водного кодекса Российской Федерации. Но то чиновник противоречит сам себе. Это, так сказать, штрих тому, как все это дело происходит. Кроме этого, мы получили ответ инспекции государственного строительного надзора и экспертизы, которая называется сейчас, создана местная ГАЦКО, которая сейчас называется Севгостройнадзор. Там сказано, что согласно положению в инспекции, утвержденной поставлением правительства Севастополя, полномочия и функции инспекции не входит в вытрачи разрешений на строительство и на вод объектов здания. То есть, от них ничего не зависит. Они просто помыли руки. Ответ от главного управления природных ресурсов и экологии. Экологическая экспертиза, ну, я не буду там как дословно написан, очень длинно, туманно, но смысл заключается в том, что вот некие там честное слушание и что-то еще, как-то, но в конечном итоге все остается к тому, что экспертиза не проводилась и обещают ее в ближайшее время провести. Я хотел бы сделать некие промежуточные выводы из того материала, который был озвучен до этого. Значит, смысл такой, без согласованного проекта, без экспертизы, без решения начала строительства. Это грубейшее нарушение, из-за этого предусмотрена ответственность по уголовной. Ну, то есть, как бы, люди просто реально не имели права строить, ну, просто не имели туда загонять технику, приглашать людей. Кстати, стройка там и у вас круглосуточно даже в ночное время. При этом вообще непонятно, что они строили. Замечаний к типовому проекту устранены не были, поэтому, скорее всего, то, что построены, они предназначены для районов с повышенной стесничностью. Государственные контролирующие органы знали, что работы ведутся незаконно, без проекта и разрешения, поэтому, вот с моей личной точки зрения, должны понести ответственность, как минимум, должны лишиться своих должностей. То есть, речь о том, вот об ответах чиновников, которые знали, что нет проекта, нет разрешения, стройка ведется незаконно, но время это факт скрывался. Если бы это несчастье не произошло, ну, как бы, наверное, сдали бы эксплуатацию, ничего страшного не было. Проблема в том, что несчастный случай мог произойти уже через некоторое время. Это что касается административного уголовного ответственности. Значит, теперь, что касается ответственности, ну, скажем так, с морально-нравственной точки зрения. Исполняющий обязанности губернатора был в курсе, что стройка ведется незаконно, но по его заявлению он лично курирует, значит, отвечает за последствия. Мне кажется, что с его точки зрения было некорректно всю ответственность перекладывать на вот такой объект взаимоотношений, как дождь. Но уж дождь здесь был абсолютно не кричочек. Ну, в конечном итоге мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на одну, возможно, костную причину того, что случилось. Каждый день мы слышим, сколько миллиардов выделяется на поддержку Севастополя. Ну, давайте вот рассмотрим этот феномен на примере строительства Кадетского училища. Стоимость всего строительства оценится порядка трех миллиардов. Эта цифра не точная, я могу ошибаться, но по крайней мере информация, которая была озвучена, началась строительства. Ну, а генподрядчик, которым является Министерство обороны, завел своих, на эту стройку нанял, заказчик нанял генподрядчика оборонсервис, который завел своих проверенных субподрядчиков. В числе этих субподрядчиков был и Краснодар стройсервис. Так вот, уровень откатов в этой организации сначала гадет 15%, сейчас те люди, которые все-таки связались с этой стройкой, говорят о 20-30%. Ну, опять же, я хотел бы сослаться на ту полиграцию, которая была в субботу. Вот здесь присутствует журналист Екатерина Усилина, которая в своем журналистском расследовании привела конкретные примеры о том, что кидает на это стройки всех. То есть, и строители, которые непосредственно нанимают на стройку, и местные, а субподрядные организации. Получается, что из выделенных, большое количество выделенных денег на пользу города не идет ничего. То есть, ни бюджет не пополняется, потому что все основные строительные организации являются не местными, то есть, налоги не платят ни здесь. И даже сами строители как бы не получают, чтобы как-то повышать свое, скажем так, благосостояние. Но я хочу сказать, что у строителей есть такая традиция, вот кто занимался стройками, он, наверное, не знает, что если строители нанимают на работу и потом не выплачивают именно за уже проделанную работу, то они в обместку могут сделать некоторые вещи, ну, например, я могу из личного опыта сказать, берут яйца, замаривают стяжку, потом все время вон стоит. Никто не может предположить даже, откуда это идет. Можно косвенно предположить, что вот это обрушение произошло именно в связи с тем, что те люди, которые работали, ну, просто элементарно не получали зарплату. Это к вопросу о том, как я говорил в самом начале, почему третий фактор, который был диверсия. Ну, я не понимаю, предполагаю, что это была диверсия в прямом смысле слова, я имею в виду диверсия, что все-таки кто-то из родителей что-то не докрутил или что-то сделал так, чтобы отомстить тем работодателям, которые мы не заплатили. Спасибо. Значит, еще хотел бы добавить, резюмируя о том, что вот сейчас Александр сказал, что вплоть до уголовной, не вплоть до уголовной, а уголовной ответственности. Потому что опять, исходя из советского прошлого, мы помним, чиновник, который или проворовался, или еще что-то сделал, его убирают. Куда этот чиновник идет? На другую должность. Мы выступали против зам. на первого замначальника управления внутренних дел. Вот русские организации первые устраивали пикеты и пикетировали милицию, СБУ. Все боялись в городе, а мы не боялись. И вот мы там требовали убрать первого заместителя. Потому что он крышевал там мафию, он крышевал там национальные группировки. Даже члены этих группировок были по Ленинскому райотделу зарегистрированы. Это вообще нонсенс. И что же сделали его? Убрали из Севастополя и подарили Симферополю. Только в главку. Поэтому я категорически не согласен. Все чиновники, которые виновны в этих делах, должны понести уголовную ответственность. Поскольку уголовная ответственность перекрывает возможность занятия должностей в России хоть на какое-то время. Значит, в другом месте что-то не рухнет. Вот это хотелось бы, чтобы все услышали. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, расскажите, как вопросики ответственности вы сказали на Миняйла от случившихся? И возможно ли применить какие-то функции наказания к этому чиновнику и так далее? В общем, ответственен он и можно ли его как-то наставить? Значит, я считаю так. Есть ответственность административная, уголовная и моральная. Первое. За все в городе, что творится, отвечает у нас с вами губернатор. Либо исполняющий, либо будущий и так далее. Это первое. Второе. Если человек говорит, что это строится и стройка ведется под моим личным контролем, значит, он тем более берет на себя личную ответственность за то, что там происходит. И если там происходил беспредел, включая вот это несчастье, он несет полную ответственность, включая всю цепочку, которую он назначил контролировать, проверять и вести этот орган. Поэтому я думаю, что человек должен иметь смелость отвечать. Вот вспомните, у нас с вами застрелили, вне ведомственной охраны застрелило человека. В принципе, начальник неведомственной охраны не контактировал с этим сержантом, который застрелил человека. Но наказание понесли все, вплоть до того, что их убрали с работы. Справедливо, с одной стороны. Вопрос. Потому что в дальнейшем вообще, вот вспомните, что-то случается в правоохранительных органах. И господа, спасая свои погоны, пытались все это покрыть. Тихонечко убрать, сделать задним числом, уволить и так далее. Они спасают свою должность. Поэтому тут вопрос такой. Но, когда мы находимся с вами в гражданских правоотношениях, и мы живем в городе, особенно в переходный период, человек, который взял на себя ответственность отвечать за все, что творится в городе, отвечает полностью. Поэтому, если Сергей Иванович действительно является военным, если у него есть честь и так далее, он должен смело выйти к людям и рассказать. Кстати, что мы просим всегда в городе? Первое, мы просим, чтобы правительство отчитывало, что сделано в городе, чтобы мы с вами не жили в вакууме. Потому что, когда я смотрю брифинги, которые там проводятся, в основном там общие фразы, ничего конкретного нет. Я хочу понять, как мы будем жить, какие назначения делаются в городе, что этот человек, которого назначили в городе будет, как он будет работать здесь. Потому что, вот сейчас мне сказали, назначили первого, в первую горбольницу у нас с вами человека, мы будем показывать, но тоже вот меня бесит. Сюда приехал человек, ну ладно, там грузин, бога ради, но вроде бы по данным опять-таки, мы задаем вопрос, он сказал, что готовьте чемоданы, начальники отделения, пакуйте и уходите. А это что идет? Что это за политика такая? У нас что? Политика села, город Севастополь, который сам себя поднял. Вот вспомните, мы с вами сделали революцию, в Крыму революцию, сделали вежливые человечки, и кстати севастопольцы, которые приехали 26 числа и дрались там с исламскими радикалами, а наши герои, Аксенов, Коветиди и Константинов стояли сзади на дрожащих ногах, и что они говорили? Это сепаратисты, их надо наказать, где прокуратура? Мы же люди это слышали, а теперь они там все герои, а мы с вами нигде. Так вот мы с вами это совершали, и я хочу, чтобы еще раз Севастополь и господа понимали, что они сидят в этих креслах, благодаря нам с вами, должны работать в наших интересах. Поэтому, да, однозначно, ответственность несет руководитель. Найди смелость выйти людям и рассказать. У меня вопрос. Первая Севастопольская, когда я работаю. Скажите, пожалуйста, почему, как вам кажется, вы не достучались до президента, имея на руках какие-то документы, факты и прочее? И второй, и покурный вопрос, что дальше вы собираетесь делать после этой преступности? Вы собираетесь подавать прокуратуру, официально обставить свою позицию всего? Вот смотрите, самым лучшим ответом является наша пресс-конференция. То есть мы озвучили, задали вопросы здесь, да? Это первое. Второе. В одном из своих роликов, которые мы там выставляем у нас на сайте, я говорил, что президент и так часто ему приходится управлять в ручном режиме. Вот представляете, что такое? Я как-то сел один день, посмотрел президента, я ужаснулся. Господи, не дай бог президентом быть. Вот. Так если еще этими вопросами заниматься, должна быть выставлена вертикаль, где четко каждый отвечает за свое. Проштрафился? Отвечай. Я понимаю. Поэтому вот мы с вами сейчас пресс-конференцию здесь проводим. Вы что думаете? Эта пресс-конференция не дойдет туда? Писать в прокуратуру? Прокуратура и СКР имеют всю полноту власти проводить проверку и привлекать к ответственности виновных. Это их работа. Они тоже за это получают зарплату. Если мы с вами будем заниматься этим, ну давайте пусть нам зарплату платят СКР, прокуратура, судов. Мы будем этим заниматься с вами. Но это не наше с вами дело. Наше дело задавать вопросы и получать четкие ответы. Потому что мы с вами, жители Севастополя, это наша власть. И она должна перед нами отчитываться. Я очень рад, что мы в России. Очень. Потому что не надо теперь доказывать, что это русская земля и Севастополь русский. Все. Вот теперь чиновники, это наши чиновники, не украинские. Должны господа отвечать. А нам здесь проще теперь. Поэтому будем задавать вопросы. По поводу там дальше. Саша больше любит, кстати, бумаги и так далее. Поэтому, Александр, ну, приходится заниматься делом. Я больше люблю вас. Я хотел, чтобы ответить на вопрос, хотел прийти такой пример. Нам не было сделано заявление. Ну, понятно, что вы обращаетесь не президентом, вы обращаетесь в канцелярию, которая работает в президенте. И понятно, что там сидят чиновники. Мы сделали заявление, вот жалко, здесь нет Александра Демидова, он мог бы подтвердить, о совершении преступления, то есть о фактор совершения преступления, конкретно фактор совершения преступления, поставленного должностного лица в Севастопольском году. Нам ответили, что... Притом, это была серия заявлений. По одному факту там, по другому факту там, убийство у нас еще было в Балаклаве 2009 года. То есть была серия письма. Все наши письма, как и положено, согласно закону обращения граждан, были пересланы в другие организации, в основном в МВД, либо следственный комитет переслали, и потом по этим документам там, как бы, ведется работа. Но то письмо, которое касалось первого лица нашего города, где совершалось... совершенных им преступлением, нам ответили следующим образом, вы не поверите. Ваше заявление рассматриваться не будет. Ну, и дальше такая приписка. Потому что вы там, что-то нам не предоставили документы, чего по закону обучения граждан вообще не положено было делать. Мы не поленились. Мы написали жалобу начальнику департамента на этого крерка, который нам предоставил ответ. Нам пришел еще один ответ. Ваше заявление рассматриваться не рассматривалось, не рассматривается и рассматриваться никогда не будет. Я так понимаю, что есть некоторый предел вот до этого уровня, но все рассматриваем вот после этого уровня. Неприкасаемые. Просто каста неприкасаемых, она уже существует. Ну вот, кстати, еще одна интересная тема. Мы планировали проведение митинга у Севэнерго. Я думаю, каждого из вас есть определенные претензии к этой организации, частной. Мы всегда добиваемся его реприватизации по многим пунктам. И то, что они не выполняли свои инвестиционные обязательства, и то, что они сотрудничали с СБУ и прокуратурой в интересах этих организаций это есть. Это тоже четко. Мы пытались провести митинг. Нас попросили не проводить митинг. Что зачем? Давайте встретимся с губернатором, и вы свои претензии там вызвали. Хорошо? Не вопрос. Это мы планировали на 7 августа. 25 июля мы подали уведомление о проведении митинга. Встречи с губернатором, который говорит, что я всегда открыт для контактов, до сих пор не произошло. Господин Дубовик кормит нас обещаниями завтра, потом и так далее. Значит, мы сегодня подали уведомление о том, что 26 числа в 17.00 мы проводим пикет около Севэнерго, где мы выскажем все претензии к этой организации. Потому что газ, тепло, свет и вода должны быть у нас с вами в коммунальной собственности. Чтобы они работали не наживаясь над нами, на нас с вами в тяжелые минуты, а помогали нам выживать в сложных экономических условиях. Вот задача какая. Я надеюсь, что власть этим тоже займется. Но если мы с вами не будем подниматься и не будем гореть, ничего не будет. У нас, как в Севастополь-Газе сидел, господи там Живодуев со своим этим проукраинским делом, так и сидит. Что-то изменилось? Нет. Там пытались активисты подняться. Что с этими активистами? Их выживают с работы, их убирают с работы. В милицию у нас есть система, которая тоже выдавливается. Гордиенко есть, сотрудник милиции, который выступал против коррупции. Его до сих пор не аттестовали. Потому что не нужны такие люди в системе. А нам нужна такая система, которая здесь встанется? Не нужна. Поэтому я говорю, давайте не будем бояться. Давайте будем говорить об этом. Мы не боимся. Поэтому надо озвучивать. Если у вас материалы, приходите, мы озвучим. Я понимаю, что не всегда вы можете сказать. Мы можем. У нас нет бизнеса, нам не начнут. И репутация у нас, слава богу, нормальная. Поэтому мы не боимся говорить. Приходите, давайте вместе с вами будем здесь наводить порядок. Иначе толку не будет. У нас есть с вами 14 сентября и будет после 14. В течение месяца должен быть избран быть губернатор. А губернатор будет руководить всем. И вот если мы получим неадекватного и не того губернатора, на который мы с вами надеемся, в лучшем случае на 2 года, а в худшем случае на 5 лет, пока либо его не поймают на каких-то неблаговидных делах, мы получим с вами, извините меня, то, что мы получим. И я этого не хочу. Я хотел бы еще уточнить по поводу вопроса, который был. Это я вам рассказал о сюжете, который был свыше стоящим органами власти. Но как происходит в Севастополе? Ну, губернатор Севастополя, исполняющий данность, издал множество приказов, которые вообще являются, которые содержатся признаки коррупции. То есть мы говорим не о коррупции, мы говорим о признаках коррупции. Было сделано заявление в прокуратуру. Уважаемые прокуроры, разберитесь с этим вопросом, вот конкретная факта признаков коррупции, таких-то деяния. Ответ пришел такой. Мы не будем рассматривать ваше заявление, потому что по какому-то аналогичному случаю, поданному не вами, кем-то, когда-то и совсем по другому поводу, это дело рассматривается в суде. То есть люди, прокурор города, получающий зарплату, ну, очень большую зарплату, скажу, по нашим временам, говорят, что он сам устранился, вот, выполнили свои прямые обязанности. И думать, вот нам это возраст, то сейчас нет. Ну, он не хочет потерять свою зарплату большую. Это тоже понятно. Есть еще вопросы? Если нет, тогда большое спасибо. Ждем вас, если что, на пикете. На следующей неделе мы будем проводить пресс-конференцию по кадровой политике. Спасибо.